Медики передвижного фельдшерско-акушерского А еще экспресс-осмотр и обязательное измерение температуры Сергею Николаевичу 82 В Одинцовский клуб активной долголетия, расположенный в помещении первой библиотеки Он пришел вместе с супругой, чтобы привиться от коронавирусной инфекции И таким образом показать пример другим представителям общественной организации «Дети войны», которой он руководит Если сегодня наше здравоохранение заботится о том, чтобы им оказать помощь Помощь бесплатную, помощь без очередей Да, почему люди к этой ситуации не должны относиться соответственно-ответственно Будьте здоровы, лечитесь, приходите И чем быстрее, тем лучше Прививка вторым компонентом вакцины предстоит Сергею Николаевичу через 21 день, 6 июля Так же, как и Анатолию Кирилловичу Ему 93 Сегодня он приехал в мобильный пункт вакцинации вместе с дочерью Она, кстати, тоже сделала прививку Да потому что я не хочу умирать Да И подольше жить без болезней Для этого я и пришел После прививки медики рекомендуют своим пациентам обильное питье Прием антигистаминных препаратов в течение трех дней А при повышенной температуре жаропонижающие И главное продолжать использовать средства индивидуальной защиты Маски, перчатки в общественных местах И беречься от заболеваний Ведь иммунитет вырабатывается только на 42-й день Если у человека идут какие-то хронические обострения Если высокая температура Если какие-то заболевания крови в стадии обострения Тоже онкология Если в стадии обострения Тогда идет противопоказание Первым компонентом в этот день Смогли привиться более 10 представителей старшего поколения Еще семерым сделали вторую прививку Наталья Гончарова, Станислав Трифонов Телекомпания Одинцова Субтитры создавал DimaTorzok